Стены, которые были когда-то небесно-голубыми, возвращают свой первоначальный цвет. Ребята из красноярских стройотрядов трудятся сразу по всем фронтам. Фельдшерско-акушерский пункт стоит тут десятки лет. Работы накопилось немало. Вот эти кусты, например, разрослись так, что совсем не пропускали свет в окна. Даже днём приходилось сжечь электричество. Это маленькое деревянное здание выполняет для сельчан роль полноценного медицинского центра. Тут могут хоть насморк вылечить, хоть роды принять. И теперь приходить сюда людям будет намного приятнее. Здесь и стены покрасили, и забор починили. Любовь Степановна Тропина работает фельдшером Слизнева 35 лет. За это время было всё, что только может случиться во врачебной практике. И с лёгкими недомоганиями к ней приходят и в прединфарктном состоянии. И всех она принимает в этом пункте. Акция, во-первых, мне подарок. У меня 13 сентября день рождения. Мне сказали, что будет такая акция. Я говорю, ну слава богу, приведут в порядок. То есть покрасят его снаружи, отремонтируют забор, который давно уже сломан. И руки все не доходят. Акция «Добро в село» — это не просто уборка фельдшерского пункта. Сегодня сюда приехали врачи Красноярского центра здоровья. Сельчан принимали узкие специалисты, которым обычно нужно ездить в районный центр. А рядом на улице можно было сделать флюорографию в мобильном кабинете. Я очень довольна. Я прямо вот, знаете, счастлива, что прошла. У нас же так трудно к эндокинологу попасть. В Демногорске нет у нас доктора. Я очень довольна. И к окулисту попало, что мне характерно, что нужно было срочно это сделать. Спасибо всем. Спасибо всем организаторам. Всем, всем, всем. Помогают опытным специалистам волонтеры-медики. Это студенты медицинских вузов и обычные школьники, которые планируют стать врачами и уже сейчас готовятся к будущей профессии. Наши школьники должны знать, что медицина — это не только большие высокотехнологичные центры, но и фельдшерские пункты, откуда начинается всё. Первичная помощь сегодня, да и всегда, она была в приоритете. Здесь фельдшер выявил заболевание, по этапу перевели, сделали операцию высокотехнологичную. И пациент возвращается опять на село. Красноярский край выбрал больше всего ФАПов, поэтому у нас достаточно сильно развита молодёжная политика в Красноярском крае. У нас есть возможность и штабы у разных территорий Красноярского края для того, чтобы не только город Красноярск уезжал в разные места. Есть штаб города Ачинска, медицинского техникума, у него очень много территорий. Канск, Лесосибирск, Минусинск, город Дивногорск. Кроме того, в рамках акции для всех жителей Слизнево в сельском клубе прошли лекции по правильному питанию детей и репродуктивному здоровью подростков. Мария Антюшева, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова